Что, начинаем обзор Apple Store в Гонконге, в одном из торговых центров Festival Mode. Так, здесь у нас часы. Народа, конечно, дофига. Я не знаю, что они здесь и делают. Давай будем начинать с какого-то стола. Я уже начал обзор. А, здесь это тестовые образцы. Слушай, просто смотри, как парни играют в Metro Selection или что это? Я не знаю. Я говорил, что сюда приходят не только покупать, но и просто поиграть. Вот то парни пришли поиграть и ругаться. Говорят, зачем в школу ходить, если можно прийти и поиграть бесплатно в Apple Store. В этом ролике мы проводим конкурс. Участвуй, ссылочка будет в описании. Здесь у нас можно ноутбуки поклассать. Здесь можно послушать музыку. Сейчас мы зайдем с какого-то стола. Вот, например, Apple Watch. Apple Watch. Вот он и обзор. Apple Watch. А мне нужны стенды с ценами. Я хочу цены показать. А здесь просто все тестовые образцы. Просто можно постоять и поклацать. О, ребята, это у нас MacBook. MacBook. Это iPad Pro. 12, почти 13 дюймовый. Вот такой вот клавиатуркой идет. Интересно, сколько он стоит. Сразу поиграть можно, да? Круто. Это прикольная игра. Круто. О, 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 о. И зачем, зачем? Чем мне нравится Apple Store? Тем, что здесь не только можно купить, а реально прийти и пощупать, поиграть. То есть тебя никто не тревожит. Здесь все люди нормальные. Здесь можно снимать и провести целый день. И перекладывать все свои любимые устройства. Проблема только в другом, что я не вижу ЦР. Скорее всего, нужно зайти на официальный сайт и там уже посмотреть. Ну, в принципе, это и вы сами можете сделать. Потому что ценников я не вижу. Куча MacBook. MacBook Air. MacBook Air. MacBook Air. MacBook Air 13 дюймовый. MacBook Air 11 дюймовый. Здесь у нас MacBook и Pro. Кто-то купил, довольный. Кто-то еще не купил. Есть даже чехлы. Пожалуйста. Супер качественный чехол. Soft touch пластик. Вот такой чехольчик у нас под дерево. Короче, куча всяких устройств. И главное, что можно сидеть и этим всем пользоваться. Пойдем дальше, посмотрим, что еще здесь есть. Кстати, в этом году вышел Phantom 4. Вот он, пожалуйста, эксклюзивно продается первые месяцы в Apple Store. Но я на него делал обзор. И вы можете найти полноценный обзор на моем канале. Дальше у нас идут различные колоночки. Колоночка Boss. Boss, Boss. Здесь у нас, скорее всего, маршалы. Всякие. Но это прям крутая колонка. Но я не вижу ценников. Ценников нигде нет. Здесь у нас есть наушники. Мы можем послушать битцы. Битцы Прошки. Битцы Соло. Также мы можем послушать битцы. Бауэрс Вилкинс. Короче, мы можем все послушать. Вы не просто покупаете коробку с непонятно чем. Включили, послушали. Если вам понравилось, купили. Если вам не понравилось, не покупайте. Плееры. Это у нас, как понимаете, Apple TV. Apple TV. И Apple TV стоит у нас 1188 гонконгских долларов. Вот модель. А1625. Калифорния. Apple TV на 32 гигабайта. Теперь я понял, как здесь нужно смотреть цены. Мышка. Magic. 588 гонконгских долларов. Magic Mouse. Вторая версия. У меня, я не знаю, какая первая или нет. Trackpad. 988 долларов. Лайтинг кабель. Те, которые постоянно летят в Apple Store, стоит 148 долларов. Это 20 американских долларов в переводе. Все цены нужно делить на 7, и вы получите цену в американских долларах. Также можно здесь купить абсолютно любой кейс. Я бы, например, купил бы какой-нибудь оригинальный чехол на свой iPhone. Но, честно, мне страшно смотреть на цены. 6s. iPhone 6s. iPhone 6s. Но я бы купил, например, вот такой. Но цена у него 358 гонконгских долларов. Это где-то 50 почти американских долларов. За эти деньги на Алиэкспрессе я могу купить несколько штучек. Микрофончики есть. Микрофон у нас стоит... Где цена? А, вот. 1190... 1998 гонконгских долларов. Короче, ребята, здесь есть все. Даже есть GoPro. Коробочка от нее. И различные аксессуары. Многие интересуются. Вот, кстати, вот такую штуку я недавно получил из Китая. И это стоило где-то в районе 10 долларов. Здесь это стоит 100 американских долларов. Аксессуары на GoPro очень дорогие. Различные есть подставки. Джабон. Ап-2. Есть такой браслет. Умный. Цена 928 гонконгских долларов. Это что такое? От SteelSeries. Геймпад. Геймпад стоит у нас 45. Не очень такой дорогой. 428 гонконгских долларов. Это у нас подставочка под ваш iPad. Здесь у нас есть даже вот такие вот уже аппараты продаются. Короче, куча всего. Куча всего. Я так понял, что цены нужно заходить на официальный сайт смотреть, да? О, ребята. Я думаю, все хотят увидеть, сколько же стоит на самом деле Фантом 4 в Гонконге. А можешь его достать? Да, можешь подержать? Спасибо. Я его сейчас посмотрю. Прайс? А, вот он, прайс. 10 тысяч 989 гонконгских долларов. 898. Я уже путаю цифры. Я думаю, что цены, наверное, на айфоны, на айпады нужно смотреть на официальном сайте, да, скорее всего? А давай сделаем. MacBook Pro 15-дюймовый. Пожалуйста, цены. Это у нас, я так понимаю, 2015-й, 16-й. Он ничем не отличается. Да, самая последняя модель. Версия 16 гигабайт оперативки, 256 гигабайт SSD-диск, 15288. Нужно поделить на 7, и вы получите цену в американских долларах. Приблизительно 2000 долларов. Вот такой у меня MacBook. Я пользуюсь вот такой версией. 16 гигабайт оперативки, 512-й, жесткий диск, 18888. И самый крутой MacBook Pro. Разогнанный процессор, как видите, здесь частота 2.2, здесь 2.5, Intel Core i7, а здесь уже 2.8. Intel Core i7 на 16-й оперативки, но уже 1 терабайт SSD-диск. Очень крутой ноутбук. Сам пользуюсь, всем рекомендую. Для монтажа видео, для всего. Мне нужна цена на айфоны. Двенашки такие компактные. Да, это двенашки. Двенашки. Где цена на тренашки? Вот, пожалуйста, цена на MacBook Pro 13-дюймовый. Самый дешевый. Давайте я вот так вот сделаю. Вы сами, если что, остановите и посмотрите, сколько стоит. Самый дешевый 8188. Это в районе 1100-1200 американских долларов. Самый навороченный. Ну вот то, что я говорил. 13-дюймовый. Самый навороченный 16888. SSD-шка максимальная 512 гигабайт. Что еще посмотрим? Давай посмотрим айфоны. Это айподы. Это айподы. Надо на айфоны цены. О! Айпад Air 2. Цена. Wi-Fi версия 16 гигабайт. 3088-64-3888. Wi-Fi плюс интернетик. Вот такая вот цена. Айпад Air. Мини. На Apple Watch можем мы цену посмотреть? 2288. Ну, короче, зависит от... Да. Не зависит, конечно, от браслета. Которым вы пользуетесь. Ну, приблизительно вы цены поняли. Сориентируйтесь, выгодно это или нет. Мы будем дальше продолжать смотреть, что здесь еще есть интересного. Это был Apple Store из Гонконга. Всем пока. Оно. Вот так. Продолжение следует...